Добро пожаловать на канал! Это видео-продолжение первой части об охотничьих лайках. Как я уже говорила ранее, это потомственные охотники. Они охотятся на крупного зверя, на медведя, кабана, на олося и оленя. И в этом видео немножко расскажу, как их кормят, как их содержат и какие есть особенности и тонкости воспитания. На охоте собака это не просто как напарник-компаньон, а это работающая собака, которая помогает охотнику выследить добычу, она выводит зверя на охотника, также она приносит дичь, либо догоняет и ловит зверя, она направляет охотника. Собаки должны быть, конечно, тренированы, она должна выполнять основные базовые команды, должна слушаться хозяина беспрекословно. Также собака должна обладать отменным чутьем, слухом, острым зрением, ловкостью. Воспитание и дрессировка охотничьих собак отличается от воспитания и дрессировки наших домашних диванных собачек. Эти собаки должны не бояться выстрелов, они должны ориентироваться по местности. Конечно же, базовые, они должны знать команды обязательно, на подход и так далее. Также собаки должны уметь чувствовать зверя, вынюхивать его, загонять этого зверя. В самой этой охоте, в самой системе воспитания охотничьих собак нужно понимать, будет ли у вас производиться охота и работать собака будет на крупного зверя, на медведя, на лося, оленя, кабана. Либо это же будет собака работать на поиск и на портировку, например, выискивать в траве подбитую птицу, либо зайцев и так далее. Это все нужно учитывать при подготовке щенка. У брата собаки с пяти месяцев выезжают в лес, с шести месяцев их возят на притравку. И собаки, также где используют подсадного зверя, собаки проходят тестирование, они участвуют в выставках, в соревнованиях среди рабочих, охотчих собак. Теперь вот эту банду. Все. Тихо. Молодцы. Так, хорошо. Ай, вы, вот, вас теперь выпустили. Все, сразу они, ага, конфликты у вас, да? Даже вот так в дружной... А на охоте, как они, Назар, во время конфликтов не бывает на охоте? На охоте иду за целью, и все. Устают, и за целью им некогда, выясняю отношения. Кушают они два раза в день. Перекармливать этих собак нельзя, они должны быть активные, шустрые, поджарые, чтобы в лесу они выдерживали большие расстояния. На охоте конфликты, это тут дома отношения выяснять, а на охоте некогда. Эти собаки хорошо натасканы и обучены, они чувствуют зверя примерно за километр и начинают его загон. Могут гнать зверя на протяжении нескольких часов, а то и целого дня. Были такие случаи. На собаках есть специальные GPS-трекеры, по которым охотник их отслеживает и движется в их сторону. На охоте случается разное. Бывало и собаки погибали на охоте, либо кабан, либо медведь рвали собаку и калечили. А сколько самой старой собаки? Миг. Миг, да? А молодая? Ну, по-частью, я старая. Ну, я 7 месяцев. 7 месяцев. Потом, получается, идёт Эльза и 2, потом идёт братья, взор и зевс, им по 4. И потом беркут, гроза и целых. Как часто вы убираете в вольерах? Раз в неделю. Раз в неделю. И тут тоже постоянно засыпают, обновляют, убирают мальчишки. Собаки эти не изнеженные, они спокойно могут находиться в лесу по несколько дней. Поэтому и вольеры тоже. Они защищают от дождя, ветра, непродуваемые, но не утеплённые. Такой вот вольер. Да, он непродуваемый, он защищён. Я даже не знаю, наверное, нет, он не утеплён, потому что собаки эти не должны. Ну, здесь у них будка, если, допустим, кто-то хочет. Вот такая довольно-таки, она туда уходит длинная. Получается, да, если встанешь к ним передом, он будет прыгать на тебя. Вот, сразу, опа. Да, а встанешь сбоку, он прижмётся и не прыгает. Совсем всё по-другому. Не как с обычными, с охотничьей всё по-другому. Они такие шустрые, поджарят. Как они могут пробегать километры? Они идут сколько? Несколько часов, да, вы к зверям гоните, когда сезон начинает? Ну, вот беркут, он... Папа один раз говорю, что на хоту на медведя, он медведя гонял 11 часов. 11 часов гонял, медведя гонялся. Ой, ну всё, здравствуйте, здравствуйте. Это кто такой холёсый? Это кто такой холёсый? Ты мой холёсый, зубы покажешь? Да, покажи мне. У него там сломанный клык. Клык, у тебя клык сломан, бедняка. Это кто прибежал? Ай, кто прибежал? Нарушил, не спрашиваешь? Ну, ну, и тебя тоже погладит. А ты тоже сбоку. Ух, да. Нет, не прыгай. Не прыгаем. Опа. Ну, кстати, Дор и Зевс, они хоть и молодые, но они уже взяли около 20 медведей. И ещё, кстати, если кто-то захочет пустить собаку, молодую собаку в пару с медведем в другой собаке, лучше этого не делать, потому что молодая собака может почувствовать волю и силу, и потом в одиночку она не будет работать. Вот у нас сейчас причина вот с этой вот Эльзой, потому что она не хочет работать в одиночку на медведя. Вот туда ещё такие куча тонкостей, да? Генетический инстинкт охотника щенку передаётся от родителей через 4 поколения. Это значит, родители, бабушки, прабабушки, прабабушки, дедушки должны быть рабочими и охотничьими собаками. И тогда инстинкт от охотника, он сохраняется. И тогда щенка легче научить, легче воспитать, да, и чтобы он был помощником своему хозяину. Если даже вы покупаете какую-то известную охотничью породу, но её родители и предки были диванными домашними собаками и в охоте не участвовали, то инстинкт будет подавлен, он не будет настолько развит, и нет гарантии, что эта собака будет охотником. Это чисто теоретически, но вот у брата у него, в принципе, собаки на протяжении уже 15 лет рабочие охотничьи инстинкты у них, конечно, хорошо развиты. Собаки чуют зверя хорошо и занимают, соответственно, участвуют в разных соревнованиях, они проходят разные тесты. Щенки проходят себе проверку и притравку. То есть собаки проверены. Кормление собаками. Мальчишки похлёбку сделали, там смесь и корм, и мясо там варят. Эти уже ждут. Банда готова. Вот смотрите, как их кормят, это вообще интересно. Подними на дно сам миску. Над носом, да, вот, ставь. Подожди, стоп, ты не можешь, Миша, туда, 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 да? Молодец, хорошая девочка. И можно подойти, он погладит, сходя охотничью. Мальчишки справляются. Перед охотой кормить собак нельзя. За сутки или как? Нет, ну, под вечер, допустим. Допустим, если утром начинается охота, то уже за 12 часов не кормят, да? С сегодняшнего дня покормить, а за сутки не кормить. Уже не кормить, сутки, грубо говоря, да? За сутки получается. Перед соревнованиями нужно давать яйцо, чтобы голод не кормил. А, чтобы она поясла, сырое, да? Ну что, ты поела? Ты поела? Первый пошёл. Пошли, ай, ты моя девочка. Пошли, грязнульчик. Пошли, пошли. Опи, опи. Пойдём, пойдём, пойдём. Гроза. Гроза. Побежал. Я подержу, давай. Гроза, иди сюда. Всех подразнила. Идём. Сейчас банду выпускать будут. Давайте сначала миски поставим, потом выпустим. Не выпускаю. Давай миски поставим. Этих троих кормить будем. Обычно кормят всех вместе практически. Но сегодня решили их поочерёдно, чтобы я спокойно поснимала, и меня не сшибли. Питание у собак сбалансированное. Они едят и сухой корм, но им дают и сырое мясо, и варят им такую похлёбку, и дают кости, сырое мясо, яйца, творог, пищевые добавки, витамины необходимые. Собаки спокойно могут находиться на улице, несколько дней в лесу проводить с охотником. Брат говорит, вот они утром вышли на охоту, к вечеру взяли зверя, то есть собаки пробегают довольно-таки большие расстояния, довольно-таки выносливые, хорошие, рабочие, активные собачки. Вот на охоте. А это, кстати, я рисовала. Это я дарила брату, встречу друзей на опушке.